здравствуйте друзья сегодня мы в гостях у левиных дениса и анны мы их очень хорошо знаем большая семья которая активно осваивает свое поместье занимается этим уже достаточно давно я думаю сегодня мы узнаем много интересов а спонсором сегодняшнего выпуска является компания лоскутный воск которая поддержала нас в работе над этим сезоном за что им огромная благодарность здравствуйте хозяева дорогие ждем вас ждем когда уже за снимем что-нибудь в тенек зайдешь сразу денис а можешь рассказать вот вкратце нарисовать планировку вашего участка смотри у нас значит поместье как раз выглядит как вот твоя доска допустим у нас одна сторона там я уже считал 170 шагов вот так 90 там с копейками что у нас получается будет юг это будет север где-то по серединке вот здесь вот у нас ест ну про вот так вот имеешь ввиду юг про вот отсюда или он где-то вот а у нас дом четко значит юг чуть-чуть чуть-чуть роза наверно вот так должна располагаться дом наш получается значит находится ближе к меже вот эта межа у нас вот она кстати говоря где вы год туда тут у нас стоит схематично так изобразим дом и он прям стоит у нас возле пруда а это правда ну а то лучше получается извини пруд вот как бы рядом с границей да 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 как раз вот это у нас есть границы которые в прошлом году было наконец-то более-менее сформировано все кучи которые вот здесь вот у нас лежали по бокам в прошлом году их растаскали вдоль вот это вот юго-западной границы вот тут сформировали гряду да мы тогда посмотрим ащутница это все место которое было раскорчовано куча увезены у нас плавно переходит частично в огород больше ближе к теплице плавно переходит а это будет какая-то зона отдыха возле пруда ну возможно там какие-то беседки это все сейчас на данный момент экспериментируется газоном дальше то есть вот это вот часть у нас въезд включая и где-то вот так это у нас лес лесная зона тот самый который был с момента как мы только сюда пришли жить сразу прям посередине почему-то подумал что должен быть дом и рассчитывал его еще в то время такая мода носоман было потом потом следующий вариант это уже соломенный а настоящему это глиночурка которую мы как раз сейчас почти постепенно накапливаем напиливаем и заготавливаем она у нас там хранится ну а здесь вот сейчас вот это здание изначально тоже все было так интересно хотели мы же зарабатываем чаем здесь начаем хотели сделать мастерскую где будет переработка да так и называли чайный домик впоследствии когда поставили первый этаж я походил посмотрел думаю ну второй этаж принципе тоже для женщин там пошить что-то такое я попрошу изначально вот так же было задумано а потом все дальше живем живем и все понимаешь семья разрослась перейдет дополнительное жилье по крайней мере этот дом будет достроен раньше чем вот этот пока это будет жильем там то есть печка будет планироваться ну да да ну на чердаке у нас как бы все хранится и так у нас из зданий получается дом фундамент тот самый чайный домик теплица ну здесь у нас еще есть дровник он у нас как бы временному фактически он стоит на меже вот договорился с отцом что временно поставим но он уже стоит сколько годным 4 до южная граница нас как раз граничит с поместьем отца дениса поэтому нас там как таковой никакой дороге нету просто вот межа небольшая а вот здесь вот получается вот зона но собственно говоря мы здесь а и да да и как раз в этом месте у нас находится наш старый огород который плавно в общем-то при должен перейти в сад потому что вот это все переедет огород вот сюда в сторону теплицы здесь просто еще и солнце побольше а садовые растения здесь есть небольшие яблони груши все весь ягодник смородина малина жимолость и все это постепенно вот огород уйдет останутся вот именно плодовый сад и ягодник ну и клумбу рисовать нет это основные зоны до самое главное да вот и вопрос такой насколько вы довольны таким зонировано у вас сразу так вот сложилось или нет конечно сразу вот мы когда заехали жить сюда деревья же мы берегли вообще жалко было там каждое дерево но у вас зависимый участок из-за лисеный абсолютно весь вот дима состоим тут было как вот если те молодые деревья я еще сам выкорчевывал хотелось полянок то те которые сейчас постарше уже выкорчевывать самостоятельно тяжеловато и что бы я сделал бы изначально конечно я не распланировал вот разу что огород нужно поближе но мешало то что у меня здесь в этом месте были кучи так вот с этой стороны такая же блямба соответственно как-то огород из зоны у тебя вообще выпадал часть этот угол вообще оттекался от нашего внимания очень сильно мешались кучи пруда из-за этого не общая картинка не складывалась а самое печальное что вот в этом месте кучи и кучи не было и было открыто на дорогу что было очень некомфортно пока мы выходишь купаться да тут грибники ну понятно да да ручками машет привет привет ну вот здесь вот сразу до возникает такой вопрос вот чтобы собственно говоря что вы сделали бы по-другому да вот сейчас вот если бы начинали конечно нужно сразу начинать более четкого планирования сразу место под огород а вот в том случае если вот участок за лисен не жалеть деревья сразу освобождать место зону под огород под сад обратил внимание у тех кто взял поместье сразу без леса да те намного перегнали в своих личных растений то есть посадили там где хотели посадили я жалел из-за этого там допустим я ну так представляю там сейчас посажу она вот в год вырастает нам по три сантиметра деревья общем да и в подлеске каштанчики которые 7 лет они до сих пор такие то что в лесу растет это была такая вот ошибка вроде как там деревья няньки там должно это ничего деревья няньки вообще помогает и только если в голом поле 1 его растет вот она будет нянькой а у нас в лесу это вообще не не работает правило по моему опыту надо освобождать вокруг в принципе она да но на каком-то расстоянии только работы может быть няньки помогает взойти лучше а дальше они просто давит или можно какие-то отдельные порой бывает у нас весной вскляньше стоит а потом достаточно сухо ну и соответственно часто ошибка то исправляется она частично уже исправлена осталось только огород перенести сюда вот по огород хочу добавить для огорода важно утреннее солнце а у нас вот сейчас посмотрите задняя часть огорода она до сих пор еще в тени и это очень сильно влияет поэтому я хочу полностью огород перенести а здесь утром прям сразу солнце теплица самого раннего утра нас да еще вот добавить хотел что в лесной части зачастую просто не хватает солнце ну и владимирской области так его не хватает сейчас уже лучше а до этого было уже тут сумерки тут уже можно накрываемся все-все закрываем выходишь на поле там солнце там еще люди еще на огороде там что-то делаю так уже спать когда нас будет огород южные деревья соседа никак не будут влиять вообще а на этот влияет ну да сразу бы что переделали да когда пруд вырывают то желательно сразу тоже чтобы народ и с кучами разбирался я свое время что-то недотумкал да и туда вообще вот это все конечно вот я уже сказал что давила но все не на месте находилась как-то надо сразу их планировать либо где-то там ну поднимать уровень если кому-то хочется и в зависимости от того какой участок либо как вот мы сделали там вдоль какой-то какой-то стороны поместью насыпать ров причем это еще очень удобно как-то действительно психологически отгораживает тебя и вот нас уже здесь никто не видит со стороны купаемся мы или чем это вообще раньше были как на ладони нас все смотрели этот угол у нас там стоянка и грибники ягодники все лето там сезон 5-7 машин стабильно стоит и они все хлопают дверьми и ходят раньше вообще заходили но сейчас уже у нас выросла изгородь почему у нас такая изгородь бронебойная потому что мы находимся на углу и все-таки не хочется мы про ваш опыт изгороди дальше поспрашивал вас поподробнее да у меня в планах засадить все эти всю эту кучу вдоль поместья цветущими кустарниками может быть какими-то плодовыми вишни сливы которые у нас очень подмокают из-за весенних вот грунтовых а там вот я хочу в общем планов громаде как всегда ну да это многие кстати опыт такой да сажать все-таки на какие-то холмы или вот здесь можно на берегу сажать а сама выросла через через до матча с него не было а капуст какой-то просто наверно она у вас такая здоровая еще давно плюнули в самом начале при этом нет ей всего четыре года да ты чего фига себе она вас поперла ну вот она в этом году монолиозом заболела у нас здесь все вишни болеют они просто высыхают ну народ приходит к тому чтобы опрыскивать вот но все равно либо как бы жрать черешню привозную непонятно как либо сами могли свою ну а не да там то еще опрыскание как бы просто там-то вообще фиг знает как опрыскана а у нас ну ну что делать вот но болоте у него опыт да вот этот самый хотел поделиться он . потом вам покажет ее грязь посмотрим сейчас придем да сейчас посмотрим хотела поделиться своим вот таким оригинальным открытием делаю грядки для тыкв специальные и в чем смысл я не поливаю не удобряю ничего с ними не делают только вырастают крупные и на месте тык потом в следующем году здесь шикарная земля считай готовый компост туда сажать конечно морковку не получится потому что там еще корешки но там те же помидоры капуста что такое крупное сажать можно там приедет корни все что я весной из грядок какие-то сырники многолетние неважно я все наваливаю большим 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 буртом прямо на либо на картон либо на на сырники да вот как оно есть наваливаю 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 потом по лопате навоза или хорошей земли закрываю все пленкой их землей чтобы доступа не было воздуха поливаю и по семечке кидаю все больше я ими не занимаюсь это так удобно это во первых у меня новая шикарная грядка появляется совершенно из ничего просто сорняков и но и плюс урожай хороший потому что тыквенным культурам самое главное это чтобы было тепло корням а тут вот это достигается прям в том году я поленилась ну как и не успел еще лёшка был маленький младший сын и для кабачков не сделал такую грядку в итоге башки нет бы только в июле хотя обычно я в начале июня уже кабачки кушаю вот а может они спрошу сразу вот ну вообще как бы опыт вот освоение огорода у нас многие делают караба включаю нас правильно делает караба это моя мечта я потихоньку мужа к этому сподвигаю пока что есть грядки здесь просто вот они деревянные есть можно у меня трудится много поэтому не всегда успевает вовремя покосить дорожки на огороде всегда очень жду и прошу лучше конечно в коробах потому что не так лезут сорняки вот это удобнее земля лучше прогревается с коробами вот грустно огород который мы туда перенесем там будут только короба это однозначно пусть они будут деревянные посмотрим потому что вот грустно с ними когда они сгнивают вот эту потом ты понимаешь что это вечная круговерцами короба одну посмотрим есть разные варианты будем смотреть варианты искать но однозначно тут огород будет в карабах потому что со сорняками бороться устаешь и наносить неудобно я поэтому неохотой хожу на косить на огород все время чего-нибудь надо очень тоже супруга тоже просит а вот это вот тут пытаться там как-то самоходная поэтому я хочу чтобы там настроить так чтобы косилка спокойно проходила между грядками пошире да да и вот чтобы можно было в любой момент сына старшего попросите он прокосил у нас трое старших младше совсем маленький вот у всех троих старших есть свои грядки они за ними сами ухаживают они знать туда я христа спрашиваю что вы хотите посадить естественно помогаю в летом конечно начинаю иди поле иди пропали на принципе они вот очень любят пойдемте покажу стоит ждет уже да да ну в ксюш рассказывать что тут у тебя есть кинза да морковка что ты там посадил расскажи помидоры капусту да и горошек да ты много всего посадила надо же ходит поливает маленькой леечкой потом будет угощать своими выращенными дать дочь вот ей очень нравится она прям сама ходит выдергивать сорнячки все знает уличка но мальчишек старших тоже есть свои грядки в основном они любят сажать горох морковку помидоры иногда капусту ну по-разному я приезжаю вечером дочь что делала сегодня горох выращиваю вот что я хотел сказать чтобы я поменяла да сразу вот в первых же дней когда вы задумали ну вот не тратить силы время на плодовые и ягодные кустарники взятые под забором у бабушки а покупать хорошие сортовые потому что они потом вроде бесплатно вроде тебе дали ты не знаешь какой сорт что-то он дает он вырастает большой его уже и пилить жалко а урожай дает мизерный нет если тебе предлагает какая соседная деревенская бабушка вот у меня есть хороший хороший ты его попробовал тогда да взять спасибо сказать а вот так вот что то такое а у вас вот ну садовые вот где-то здесь как раз да вы сказали вот они они вдоль леса идут вот здесь тоже вот облепиха да вот это слива облепиха да каштан съедобный пытается расти но ничего съедобный каштан съели бы вот у нас идет сад яблони постепенно здесь вот все эти грядки будут малинник я начала его это ремонтантные сорта пошли вот это вот изгородь идет из кустарников смородина крыжовник там жимолость и вот она тень о которой я говорила она уходит она только начинает уходить от огорода соответственно капуста помидоры то что любит солнце они ждут а изначально почему начали здесь огород делать полянка была полянка была то где было меньше всего деревьев меньше всего корчевать пришлось поэтому здесь я и задумал вместо гритуза я бы тоже также я вот у себя рассказывал все вот у меня были полянки на них начал делать огород думаю ну зачем ну как это вот как раз да была такой вот ошибка какого-то отдельного для картошки например у меня нет я все время веду севооборот и сажают картошку на грядках я вообще стараюсь амульчировать так она лучше и влагу бережет вот например чеснок до осенью я сажаю на подготовленную грядку чеснок заваливаю его вот таким наверное слоем соломы и больше к нему до выкопки я вообще не подхожу и в принципе практически сорняков нету после него остается хорошая рыхлая земля солома большей частью процентов на 50 она перепревает вот и чеснок посмотрите здоровый крупный хороший у меня он всегда устраивает им главное знаете две главные экономии времени моего лично потому что успеть все и все хочется и клумбами заниматься не только огородом и дом надо идти дети стараюсь минимизировать с нашими большими хозяйствами это очень большая необходимость я предлагаю тогда может быть вот глянуть теплицу как бы в продолжение тема огорода ну огорода еще наметок нету да нет там еще грунт только формируется старая теплица полностью имитация входа лимонник все растет в перспективе все это замкнется будет такая вот прикольно вообще-то мне нравится арка такая нашу на выбрасывать и эти все ушли на всякий там куда мы их потратили то железки все они тяжелые да это запланировано на глиночурку как раз то что где мы сейчас стоим все это постепенно выпиливалась за одной дрова готовил сосну всю на глиночурку березу на дрова вот сюда планируется как раз вот в это место переезжать огород кучи мы разбрасывали да вот эти которые здесь лежали мы попросили экскаватор чтобы он нам снял частично плодородный слой и отдельно его откинул а вот эта куча была раза наверно в три больше чем сейчас есть и мы ей до планировали и выровняли остаток вот то что он здесь есть конечно намесил грязи нам я сначала думал даже этот нанять культиватор чтобы немножко как-то выровнять а потом посмотрел думаю у меня вроде как даже яма тут получилось и начал насыпать 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 и вот он выровнялась поэтому кто будет делать очень полезная штука отдельно плодородный грунт сложить который потом и на огород пожалуйста и где-то если там газон делаешь выровнять можно было бы очень удобно это дело я тоже все время думаю ведь плодородный слой то он там тысячелетиями формируется а ты его закопать можешь там за три дня да и все и как бы что потом ну и при том что мы даже не весь сняли мы сняли нам где-то до половины а дальше уже просто мы правда посмотрели по времени долго будет снимать постараемся найти фото старого как по-моему старому выглядел пруд для сравнения вот что было и что стало потому что здесь настолько нам вот стало комфортнее это вот только как раз огородили газу это я посеял да это эксперимент не ходите никогда же не занимался газонами тут вроде думаю ну раз такой подарок думаю надо и попробовать но сделал вроде как все по правилам там вот первый пробный сделал квадратик но видно что конечно где в основном земля там там получше сразу сходит везде глина тут он как бы с проплешиной такой куча которая здесь у нас лежала она нам не давала нормально наполняться пруду весной здесь все-таки есть наклон и она наклончик небольшой здесь вода перед ней собиралась и она вот как-то вот туда сторону дороги отходила и у на а в этом году у нас пруд ну он впервые в жизни он просто начал перетекать хотя и год такой тоже да вот то снега много было на я по поводу вот этого хотел спросить еще по поводу чурки да а вы ее карели или она просто временем кара сама облетает не облетает это пацаны у меня занимались каждый каждую чурку у нас план был там весь чурок там 20 в день ну зависимости от диаметра чтобы продувала а и на солнце были но есть какие-то нижние там до подгниют ну ладно в отход уйдут ну да 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 потому что я насколько знаю делают настолько даже мой главный главный что там не будет скороедов потому что да как они все коренные поэтому а по объему этого уже достаточно я думаю что уже наверно достаточно надо осилить одну стройку переходить на вторую ну чё в теплицу надо идти да да надо да мы вот тут теплицу в том году запустили 1 к первому июня я как раз туда засадила всю рассаду в этом году естественно раньше хорошая получилась муж сам строил по проекту вот ханинах мы у них как раз были спрашивали и по совету фундамент тоже сашу посоветовал ну что лучше чем чем потом менять да и вы причем именно заморачивать чтобы не было приступка как бы спокойно . да 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 вот можно зайти посмотреть размер какой получается на 8 у меня теплица пока одна поэтому в ней все абсолютно ранние огурцы выращивали это уже как раз они без его на рякучки земля холодная огурцы бы не росли отопления в этой теплице нету а когда сажаешь их пакеты то в пакетах земля всегда быстрее пригревается и они плодят дают огурчики ранняя капуста посадила тоже чтобы вот было вот самый ранний урожай потом я сниму ее и сюда досажу огурцы уже позднее чтобы они были до самой осени градка перцев уже цветут ну и помидоры тыры ханины этот виноградик подрастает малыш пока пара арбузов но в общем все что можно я запихнула уже сняли редиску зелень так что вот клубничка смотрите первое уже поспевает ну опять же два кустика ну чисто вот побаловаться ну приятно конечно просто да и на гря на улице что к цветет ну конечно огурчики висят до огурчики уже закушали первые огурчики продыхе вы не закрываете открываем с утра пока очень холодной ночи пока еще закрываем открывает а летом уже останутся они все время открыты а крышу как вот снимать ой держу крышу мы заворачиваем наверх и зимой ну на зиму это армирована то есть вот эти планки снимаешь на котором до заворачиваю заворачиваю консервация такая рода большой объем теплицы дает хороший буфер ну вот саша тоже знает она тепловой там не там не жарко жара вся вот наверху ну вообще отлично мне очень нравится потому что стране вот этой полукруглой теплицы который у нас тогда было и развалился конечно не обе земли микроклимат гораздо лучше по поводу фундамента глубоко он у тебя какой ширины ширины 15 сантиметров и стоит на нулевом цикле с на песке да ну то есть получается какая все-таки высота вот две доски 30 сантиметров 30 сантиметров в принципе высота доски у нас немножко скрылась а вот здесь как раз у вас короба не деревянный вот это тоже вот интересно это по подруге хир сам пилил сам планировал глубину вот в копке то обязательно была очень мокрая они копают мне грядки а там вода стоит я за голову схватилась поэтому при подняли внизу там прослойка сначала идет мелкой там древесины стружку вот этого всего потом слой и что мы еще не лазили пластиковую до сетки по всему кроты не строгали роты а где вы посередине как а посередине у меня просто вкопано поглубже там у тебя тогда полоса получается шириной вот ну вот это за той да и от вот это вот ну сколько здесь 15 и туда 20 наверно до 35 где 30 соответственно за счет земля но держится да да вот второй год получается вот пока она не разваливалась ничего вот такую хотел показать сетку чтоб крот не пролез сразу на самое дно не было так ротов пока вообще ни одной мыши я думаю грызть не мысль не страшно у меня урожай пропадали огурцы стояли повисшие как вот бумажные такие она еще кстати продается по моему шириной точно такой же как вот опять же замульчировала вот те грядки еще не до конца потому что там за зеленью разберусь весенний это же все замульчирую так лучшие земля не высыхает выводы кстати смотрю такие но более узкие грядки у вас 4 их влезло да здесь да но с узкими удобнее удобнее лучше проветривается не удобно подходить к урожаю удобно так слушайте ну классному и вот уже конечно на таком фундаменте десятки лет просто и в принципе ну а ты как-то подсоединял к фундаменту да да вот они вот посмотри уголки бетонировали да поперед там у меня штук может быть на 6 на 8 мм чтобы 4 и тут за счет кучи какой-то я вот прям ощущаю микроклимат меньше ветра как-то солнечному солнце лучше такая как ловушка только получается здесь вообще очень хорошее место для огорода будет потому что соседские деревья там они через дорогу то есть еще дополнительный есть буфер и ближе еще это оказалось если где-то был в другом месте пруд скучен то может быть в другом месте быть и куча огород далеко от пруда делать ну поливать конечно конечно солнце вот встает сразу нагревает течение дня вот она уйдет все ну только вот после где-то 6 нам надо часов ну там лизка так масштаб вторую теплицу не хочется я даже опалубку не стал разбирать доски просто вот сложил этими сторонами да она на готове будет будет и щебенка стоит ждет это конечно я в одной буду сажать помидоры другую или виноградную теплицу полностью сделаем уж больно вкусно опять же у нас владимирской области теплица очень актуально очень и у вас потом дрова вот отойдут на ремонт ранее 6 рядом да да дрова отойдут буквально в течение недели в дровнике так что кто хочет выравнивать у себя участие берите на вооружение сын и муж старается вот как стало все ровно когда большие учатки рекомендуют брать сразу чтобы она сама есть она не накатается когда триммером косишь ты потом всю эту траву начинаешь набирать а тут набрал сразу подошел а она понятна когда забивается сюда как когда наполняется ну вот можно трогать и вот тут вот моя огород еще такая большая помощь у меня пока кассия а вот когда разница будет видна сколько стримера конечно в наших словах не обойти они в тандеме все равно всегда работают мы все в камере саш может прямо вот снять как выбривается хорошо я не готов стал лучше все хватит того как начали вот такой котелка к дочь видишь не хорошо облепили папу 2 придет это камни это долго довольна сразу вот немножко прошел то есть и право вот и 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 Летом-то да, хорошо. Как ты учишься сейчас, так и продолжай. Молодец. Колесо. Разуй себе. На руках они сейчас только учатся. Еще как бы это вот одно из последних. Молодец. Молодец. Слушай, когда на камеру-то даже лучше получилось. А вот балерина скажешь. Аккуратненько. Пальчиком так нечего-то. Ну, детям только дай. Это возможно. Сейчас можно. Сейчас можно от всех подать? Ой-ой-ой-ой. Ну ладно. Да, они такой возраст, что они прям гибкие. Умничка. Аккуратненько. Молодец, Егор. Спасибо тебе большое. Что, пора вкройку сейчас? Ну да. Падаю я Лешку. Аккуратненько. Аккуратненько. Ваши опыт пристройки. Изначально-то проект планировался так, чтобы сразу была баня там. Внутри там. Чтобы отдельно не строить баню. Ну, раз постоянно жить собираемся, значит, надо где-то, чтобы можно было сюда помыться. Спальни второй этаж. Первый этаж. Отсек банный. Три на три. И три на три предбанник. Назовем так. Фундамент у нас тоже на нулевом цикле. 20 сантиметров. Высотой тоже. Высотой 30. Материал, из чего сделан брус. 10 на 15. Причем на ребре. Ну, впоследствии я увеличил утепление вата. Получилось 15. Все тоже на гелях. Все это засверливалось. В принципе, мы когда первый раз поставили печку, ну, мне даже сразу показалось, что довольно-таки жарко. Печка справляется на ура. Там можно и до сотни натопить. Вот она достаточно такая объемная получается. Второй этаж каркас. Утепление 15 сантиметров. Нам хватает. А у вас, погоди, то есть печка стояла внизу. А жили сразу как бы наверху, да? Ну, да. Второй этаж. А тепло как? Тепло через лестничный проем. Вот. И так мы начинали жить. Нас было трое, потом четверо. Сейчас нас шестеро. Поэтому на подмогу идет вот то строение. А веранду потом уже, да, начали. Думаю, ну а что, веранда, наверное, не, не пойдет. Ну, решил сразу ее сделать кухней. А когда делали веранду, планировалась-то крыша сразу вот так пойти. Соседка подошла, говорит, а чего вам, говорит, вот так не сделать. Ну, правда, действительно. Молодец, что подошла, Маша. И мы дополнительно получили этот помещение, да. И там у нас одно время и чай хранился. Ага. Вот. Ну а сейчас там банки, вещи детские какие-то там вот. Ага. Ну, такой, как кладовка получилась. Причем вход у нас как отсюда, если надо что-то, так и из дома. Да нет, меня в принципе устраивает, но, конечно, не для такой уже толпы. Не для такой толпы. Маловат просто. Маловат, да. А так по комбинации и баня тебе сразу, и тут вышел вроде это. Из бани сразу поднялся, надо раз в пруд. Ага. Все рядом. Ага. Можем кого-нибудь туда поселить. Сами все наверху, да? Наверху, у деда. Ага. У деда все, да. У нас дед на подмоге. Ну да, да, да. У вас же, да, да, да. Основной домик, он сколько уже вот вам служит? В тринадцатый год у нас был только первый этаж. В четырнадцатом уже мы осенью заехали на второй, да. Ну, то есть семь лет как бы, да? Угу. Постройки еще очень многих интересуют инженерные все коммуникации. Вот по этому поводу чем можешь поделиться? Там канализация, водопровод, электричество? Водопровод у нас самый простой. Летом у нас вот такой шланг из колодца. В окно засовываем. Ага. Там у нас сто литровый бак, это для раковины. Ага. И емкости для воды банной, ну, чтобы там помыться. Зимой я просто вот из пруда, у меня все время прорубь, я прямо таскаю вот на руках. Ну, для меня это как зарядка такая. Ага. Ну, опять же, это далеко не каждый день, но раз в три дня мне так. Ну, ты имеешь в виду в баню вот таскаешь, да? В баню наливаю даже ту емкость, которая у нас для раковины. У нас самотеком идет для раковины. Сделан просто шланг у меня и в раковину выведен. Вот, канализация, да, есть одна. Это кухонная. Ага. Вот она. Ага. И вот здесь за кустом у меня банная. Ага. Причем банная очень хорошо работает. Сколько бы там гостей не приезжало, мы моемся, никогда там вода у меня не стояла. Причем даже вот весна, когда половодье. Ну, ты расскажи тогда поподробнее, как она устроена. Труба вкопана, у меня там, значит, идет сбор воды, да? Стоит этот трап под полом. Ну, там трапик просто, да, дальше. Трапик в него уходит и где-то, ну, я не знаю, может быть, ну, вот так я закопал ее от верха трубу. Обложил ее, соответственно, пенопластом вот этим, да? Как он? Пеноплекс. Короче, жесткий этот пенопласт. Да, понятно. Да, да, да. Вот, саму трубу в макрофлекс или как он там называется, правильно тоже совместно-то продается. Ага. И вытянул ее. Я так понимаю, что сама длина еще трубы играет большое значение. Ага. Труба приходит в бочку. Ага. Бочка стоит у меня вкопана по округу щебень. Бочка 200 литровая, железная? 200 литровая, железная. Ага, так. И сверху я гидроизоляцию положил перед землей, чтобы, ну, как насыпать землю. Ага. Чтобы, ну, хоть как-то там поменьше сделать доступ воды туда. Хотя, наверное, все равно с боков там как-то заходит. Ну, да, да. Но у нас же здесь как, 30 сантиметров этот плодородный слой, да? Да, а дальше какая-то глина, перемешку с песком где-то, а то и вообще просто глина. Ну, да. Я так думаю, что основная это, наверное, вода гуляет вот по плодородному слою. Бочку-то ты, наверное, подырявил, я так понимаю. Обязательно, да. Там вся в дырку, да она? Да, прям просверлил, засверлил там. Вот здесь я открывал, смотрел, в принципе, нормально работает. Ну, у тебя, возможно, если ты говоришь, что там уходит, то у тебя, наверное, там песок все-таки есть. Не может быть, но я копал, слушай, очень тяжело, она такая прям вот, я прям расковыривал. Сверху тем же грунтом я засыпал. Вот тут меня устраивает полностью, вот тут бывает в половодье иногда она стоит, то есть медленно уходит. Зависит от того, конечно, как там мыть посуду. Если ты сразу два ведра, там три льешь, тогда она может… А если там тарелку вторую помыть, то такого вопроса у нас… Ну, тебе как-то там, мне кажется, повезло. Я просто у себя вот с первым домом, я тоже поэкспериментировал. Сначала какой-то очень скромный септик сделал, вообще там какую-то типа ямку, куда камней положил, там не помогло. Потом что-то типа а-ля бочки я сделал, там, ну, не совсем там я такой. У меня своя такая была конструкция, но у меня тоже, получается, заполнялось это водой быстро и не уходило никуда. Ну, весной. Стояло. Весной. Да, в принципе, это, достаточно долго не уходило. Да? И могло и летом медленно уходить, действительно, какой сброс воды. То есть, могло уходить, но иногда вот я понимал, что, в принципе, стоит в этом. И зимой тоже могло стоять. Может, как-то уклон у меня здесь. Ну, хотя я большого, шибкого такого прям уклона-то я не вижу. Ну, уклон есть, и он оттуда. Ну, даже весной не стоит. Вот, что мне нравится, даже весной не бывает такого. Вот, а здесь, если встанет, то мы-то, да, у нас есть специальный тазик размером с мойку нашим. Ну, туда его раз. Ну, и он у нас бывает недели две-три, наверное, даже это. Вот, по весне когда, да. По весне, да. А так все основное время работают. А колодец? Колодца у нас пока нету. Ну, вот вы... Колодец его отца, вот он недавно, ну, как два года назад, и мы от него подтянули воду. Ага, ага. Там у него воды очень много, а расходов очень мало, поэтому... Ну, вау, ему только лучше, да. Мы помогаем, да. Вот только лучше, конечно, прокачивать. Вот по поводу электричества. По электричеству. Да. Центральное у нас проведено, и вот кабель общий, да, наш, оттуда, где-то, наверное, метров сто двадцать. От дороги там столб. Ага. Да, и когда этот кабель прокладывали, получилось так, что если его засовывать в техническую трубу, то он там дальше, чем метров тридцать, там, с копейками, он, ну, просто не пролазил. Поэтому приходилось его резать. Ага. Так, кто? Ну, вроде, сначала, казалось бы, как бы неудобство какое-то это, да, создало, а в итоге получилось, наоборот, сыграло это положительную роль. Потому что, ну, то, что мы резали, мы соединяли наверху. Я делал такие коробочки, да. Ага. Ну, и там как бы разводка у меня получилась в одном месте и во втором. Получилось две. Ага. Вот, в итоге что, у меня вот там фонари, считай, стоят только из-за того, что вот этот случай произошел. А мне, кстати, фонари очень нравятся. Это зимой особенно. Ой, вообще фишка классная. Когда вот снег идет и вот свет, такое ощущение парка создается приятная. А очень удобно приезжать, машина паркуется, а датчика движения срабатывает фонари на стоянке. Да. Выходишь светло, можно сюда встать. Фары вроде ты потушил, да, у тебя тут раз, сразу свет. Ага. Выгружаешься, уходишь, и они через пять минут гасят. И вот у машины, допустим, зимой надо там завестись, мороз. Ну, я прям подтаскиваю, у меня прям возле стоянки, там недалеко, это коробочка первая. Подтаскиваю переноску, вставляю, накидываю зарядник, да. И я в любой мороз, в принципе, завожусь. А так бы пришлось что-то мне раскатывать. Если бы у меня первая точка была здесь, туда тянуть, сколько бы пришлось. Ну, да, да. То есть, кто будет тянуть, ну, в зависимости от того, от какого места и насколько вот этот опыт можно применить у себя. То есть, разводку по поместью, одна-две коробочки, от которых потом также можно дальше тоже ехать. Кто-то хочет там вдоль дорожек, может быть, какие-то вдоль заборов. Вот, она у нас центральная. А, и из-за второй коробочки, собственно говоря, я и поставил вот этот вот чайный домик. Тоже поставил опять же из-за этой коробочки туда поближе. Хотя он планировался-то таким как бы вспомогательным, но в итоге вспомогательное выходит, как это сказать, основательное. Вопрос один, который довольно много раз нам задавали в прошлом сезоне. Касается доходов поместья. То есть, какой у вас вот есть доход здесь, чем вы занимаетесь, какое у вас есть дело. И также здесь можно вот затронуть, я обычно разбиваю, это отдельно выделяю, это самообеспечение продуктами. То есть, как-то можете вы его оценить, такой скрытый, может быть, немножко доход. Но, тем не менее, по сравнению с городским жителем, мы имеем возможность там на огороде себе вырастить какие-то овощи, фрукты, ягоды. Вот, если это возможно оценить. Вот какой у вас опыт в плане дохода? Один источник, допустим, дохода – это то, что мы с 2012 года занялись иванчаем, заготавливаем, обрабатываем и реализуем. Есть свой интернет-магазин. Это, значит, один источник дохода. Второй источник дохода – я как бы не отказался от различных строительных подрядов. Печником обучаюсь, ну, помощник печника. Тоже как бы наращиваю знания. Потом государство какое-то помогает по детям. Мы же многодетные. То есть, кстати, иногда бывает даже очень хорошо помогает. Насколько мы себя обеспечиваем, как на огороде. Ну, потенциал есть большой, но для этого еще, наверное, надо, чтобы было где все это хранить. А вот где хранить, у нас пока только подпол. Ага. Там немного у вас небольшой? Подпол, что-то там полтора на… полтора на метр, наверное, такой. Ну, с полочками же установлены. Да, там можно все вот так крышку открыть. Но он у нас забивается полностью. Ну, вот я говорю, насколько мы могли бы себя больше обеспечивать, зависит от того, было бы где хранить, да? Да, самообеспечение очень сильно ограничено. Вот никогда негде хранить, а это нужно какой-то погреб основательно. Это еще одно строение. А погреб можно только насыпнуть. Насыпнуть, да. Соответственно… Погреб можно никак. Ну, это… вот такое есть мнение. Ну, а вот по поводу чая расскажи. Вы уже давно занимаетесь этим? Ну, вот я сказал, с 2012 года. Ну, вот тогда прям какой-то, я не знаю, бум начинался, вот этот Иван Чайный. И Москва так закупала, что звонят. Апрель месяц они уже там, да, дайте нам травы, привезите нам хоть какую-нибудь травы. Там были у нас такие клиенты. А как раз, когда появились эти ярмарки выходного дня в Москве, вот это… Ну, рынок такой чайный, то у него всплеск, то какое-то падение есть. Я не знаю, может это, кстати, он же дикорос, он зависит еще, наверное, от урожая самого. Пока я не знаю, что кто-то возделывал его. То есть там сеяли вот такое. Ну, это может там небольшие какие-то там… опыт есть небольшого, небольшого площади. Вот. Собираем, ферментируем. Сборщики у меня, кстати говоря, вот чего… Да, потому что как-то вот давал объявление здесь, да, народ как-то не шибко. Не шибко. Наши местные не шибко. Хотя вроде… У меня городские сборщики зарабатывали там по две с вами, по три тысячи. Короче, от полутора до трех тысяч в день зарабатывали. Ну, я им, правда, ставил там объем какой-то, ну, чтоб не меньше было. Уже потом уже, говорю, заканчивается сбор. Ну, давай еще где-нибудь. Мы вот там вот еще видели, что там еще чай растет где-то. Мне, ребят, все уже. Финансирование, говорю, закончилось у меня. Ну, собрать-то одно. Его нужно еще весь обработать, ферментировать, высушить. Это когда мы сами собирали. Высушить. Вот. А мы сушим-то солнцем. Ага. Если, не дай бог, начинается какая-то непогода, все это… Воняется. Начинаешь бегать, то дождь есть, то дождя нет. Все это собираешь или разбираешь. Ну, в общем, такие сложности есть. Короче говоря, мы поняли, что примерно мы… Максимум мы тонну можем, да, сухого. В сухом уже мы можем тонну собирать. Больше мы уже вот нашим составом не сможем. Реализация у нас идет через интернет-магазин, через соцсети. Интернет-магазин, кстати говоря, был один. Потом я сделал лендинг. Перевел его на лендинг. Там как-то показалось поудобнее. А в данный момент даже по реализации больше у нас Анна Аркадьевна. Ну, и так все получилось, что я… Она там прошла какие-то курсы, как это все можно реализировать. Получается, что… сейчас немножко слово возьму, да? В поместье я живу с 2005 года постоянно. Мне уже 16 лет. Можно сказать, с самого юности. Родители взяли поместье, когда я еще школьница была. И всегда увлекалась травами. Одно время вела семинары по травам. Народ приглашала, объясняла, рассказывала. Ну, очень большой объем знаний накопился. И так как, когда мы стали заниматься чаем, этот весь объем как раз очень пригодился. У меня небольшой, кстати, вообще не показывала аптекарский огородик. Много-много родных трав. Все это добавляю в чаи. Оно в каком-то… Получилось в тандеме очень хорошем. Соответственно, с клиентами тоже я все равно общаюсь. Муж мне отвечает за доставку. Ну да, на меня плавно перешла доставка, упаковка, подготовка к отправке. Это именно что с реализацией связано. А так ты всю эту технологическую часть, конечно, мы все вместе все это делаем. Там достаточно тяжело бывает. А ты вот говоришь, что занимаешься еще стройкой, печами, да? Там вот сейчас… Обучаюсь. Да, обучаться. Ну, тоже как бы и как подработка это в процессе получается. Иван-чай не дает возможности полностью обеспечить себе? Ну да, полностью нет. Потому что я говорю, сейчас бум прошел тот Иван-чайный, который был 14, 15, 16 даже год еще. То есть народ как бы принасытился. Даже вот эти вот эко-магазины стали меньше его брать. Почему? Потому что он поступил в обычную сеть розничную. То есть там в пятерочках уже есть стоит, да? Хотя то качество, которое там они предлагают, ну, несколько, ну, другое. Там уже более все автоматизировано. Вот. И другие там способы все. Хотя таких способов ферментации… 17 способов я видел ферментации. Это на 2017 год только. Ну, у нас такие самые, более простые. В безвоздушном пространстве, в темноте, чтобы он сам получается там… Сам процесс ферментации происходит. Остается потом только ему придать либо форму через роллер. Эти фанерные роллеры. Один умелец там из Башкортостана. Он, да, оттуда сам изобрел. И мы у него как бы приобрели парочку. Вот. И в них либо скручиваем он у нас получается тогда… Ну, вот как здесь, да? Потом покажем. Либо сразу сушим после ферментации. Тогда получается лист такой у нас раскрытый, с зеленоватым, бурым таким оттенком. Либо у нас есть промышленный этот… Волочок его называет правильно. Ну, мясорубка. Волочок. А, мясорубка. Да, здоровая такая. Мы через нее тоже уже отферментированный тоже засыпаем, прокручиваем, потом на просушку. Ну, и на хранение убираем. Это вот у нас получается три вида. Ну, и рынок немножко так вот перешел в более промышленные масштабы, наверное. Хотя я не увидел, что прям его стали прям больше брать. У нас, кстати, очень много старых клиентов. Те, которые с самого начала… Ну, конечно, мы набрали за эти года клиентскую базу. Да, наверное… Я стала пролистывать, думала добраться до первых посылок на почтовом приложении. Я долго-долго листала экран. Не, ну хорошо, берут. Постоянно прям… Мы со многими подружились, особенно владимирцами уже прям тесно общаемся. Вот, все хорошо. Да, эти магазины туристические во Владимире. Вот это и целая улица Георгиевская. Вот туда берут они у нас тоже. Туристы приезжают на путешествующую по Золотому кольцу и, соответственно, там… А, и, кстати говоря, туда к ним очень часто зачастил ходить этот… Глава Законодательного собрания, я забыл фамилию. В общем, он говорит… Продавец мне говорит, вези уже этот приходил, уже где этот чай-то ваш. А он туда своих делегаций какие-то, что ли, вводит. И все время им там этот чай подсовывает наш. Да? Да. Да. Я даже как-то пост делала. Я говорю, глава Законодательного собрания Владимирской области пьет наш чай. Мне народ не поверил. Я говорю, не-не-не, правда-правда. Да. Вечами, то есть ты планируешь как бы развиваться в этом смысле? Развиваться? Нравится тебе? Нравится даже, я бы сказал, очень нравится. Вообще, такая, мне кажется, работа творческая, она мне очень подходит. Она не быстрая, такая плавная, постепенная, тихая. Я привык, в общем-то, по большей части, один все делать. А печь можно один. Вот дом я, например, строю один. Поэтому, собственно, у меня и каркасники в основном. Потому что можно одному это все делать. Так же и с печами. Что-то по кирпичику, по кирпичику все наверх сложил. Ну, как планирую. Я по большей части, сначала с мастерами, одно дело-то научился кладку делать. А чтобы схемы у тебя в голове возникали, надо у тебя печей 20 собрать. А у меня пока по счету только 6 или 7. У кого-то ни одной. У меня вот одна. У меня только сейчас начинает просыпаться вот это ощущение печи. Сколько там надо, где, значит, закрывается этот канал, где открывается. Печник – это такая благородная профессия. Потому что у нас в России печи – это очень важный элемент дома. Благодаря которому ты выживаешь зимой. Мы с Сережей тоже разговаривали. Он сказал, что все очень хорошо получается. А, это про меня он говорит? Ну да, да. Он же у нас жил, да. Он очень доволен был, что ты пришел ему помогать. Он говорит, ну да, немножко. Он про себя тоже рассказал. Как он говорит, тоже такой момент, когда вроде бы уже набрал какой-то. Ну, как птенец, что ли, говорит, боишься летать. Выпорхнули. Я, говорит, под началом там, говорит, мастер работал. И просто условно, говорит, мастер у меня пинка. Да, да, да. В какой-то момент, да. Иди, говорит, уже сам хватит. Выгнал у меня, да. И пришлось мне самому, говорит, делать. Ну, в общем, да, наверное, таким же путем идешь. А можете вот рассказать, как вообще вот вы пришли к идее родового поместья? Поехать на землю? Откуда вы? Да, да. Давайте я начну. Давай, давай. Ну, я уже обмолвилась, да, что я с родителями пришла в родовое поместье. В 2003 году это уже было. А вы откуда? Мы из Москвы. Москвичи. Вот. То есть я москвичка, у нас три сестры у родителей. Вот две сестры, я и средняя, мы уехали вместе с ними в Ярославский область в поместье Благодать. Он тоже достаточно известный. Вот. И там, собственно говоря, жили до 2012 года, когда уже сюда приехала на слет на добрую землю. Я помню. Да, да, да. И вот мы здесь познакомились, и я уже сюда перебралась к мужу. Мы вместе потихоньку начали уже строить этот домик. Не, ну ты, получается, все-таки поехала с родителями, значит, сознательно, я так понимаю, да? Да. То есть ты тоже прочитала книги и захотела? Там было очень интересно. Первые книги прочитали родители, загорелись, потом средняя сестра Татьяна, а мы со старшей сестрой были в конфрактатах. И каждый вечер за ужином у нас были дебаты. У нас был такой период, когда это просто вот вилки в стороны, руки на стол и прям вот споры. Не, ну в пределах нормы, но споры. Потом я поняла, что я человек достаточно логический, и мне, ну что я спорю, когда я не знаю аргументации. Сейчас я прочитаю книжки, найду все слабые места и вынажу родителям, значит, по полной программе. Мне на тот момент было лет, наверное, шестнадцать, ну, 15-16, это был 2003 год, они только прочитали. Я еще училась в школе, это был десятый класс. Ну, в общем, прочитала и переметнулась в лагерь. Лена старшина меня даже немножко обиделась. Она не встала. Ну, она вот как-то не воспринимается, так и осталось в Москве жить. Ну, приезжаем, общаемся, все жду ее, зову в гости приехать. Ну и, собственно говоря, взяли они поместье, мы начали ездить. Это был период палаточных розовых очков, необычного воодушевления, когда все по плечу, все может, все хочется. Потом в 2005-м переехали и вот живу-живу. То есть получилось так, что я после школы посидела с родителями, поговорила. У меня родители, ну, так вот складывается, что я хочу жить в поместье. И несмотря на то, что у меня золотая медаль была в школе, я говорю, я не хочу идти дальше получать образование. Потому что, как мне, ну, на тот момент казалось, что если я буду тратить свои 4-5 лет жизни на какое-то образование, то я дальше по этому образованию должна работать. А я хочу все-таки жить в поместье с родителями. По логике, да? Ну, а как бы, а зачем получать образование? Просто для корочки, чтобы она лежала дома и дальше жить в поместье, но глупо как-то. И, в общем, ну, родители меня... Ну, смотря какое. Можно ландшафт никогда. Ну, на тот момент, как-то вот, оно было так, что я захотела остаться с ними. И они, собственно говоря, меня поддержали. И вот после школы, выслушав энное количество на пульте, что я буду дворником. И угроблю свою жизнь. Как только от старшей сестрой и дружей? Нет, от учителей. Каждый учитель считал своим долгом вызвать меня один на один в классе. С золотой медалью, да? Да, и сказать, что Аня, ну, как же так, ты такая-такая. И для того мы тебя учили, да? Да, ну, прессинг был серьезный. На самом деле, прессинг был сильно серьезный. Потому что, ну, никому не понятно. Все в 10-11 уже пошли по курсам, да, уже в институте выбирали. А я, значит, каждый выход вечер. Ну, вы знаете, вот сейчас прошло после выпуска уже 16 лет. Я ни разу не пожалела, что я не пошла получать какое-то образование. Потому что у меня достаточно, ну, широкий круг интересов. Мне интересный. Если что-то я хочу узнать, я это узнаю, этому учусь и продолжаю как-то дальше. Ну, плюс сейчас семья, дети уже. Ты здесь уже много образования получила. Здесь и без этого не обойдешься, да. Ну, ну, я вообще всегда, знаете, у меня вся жизнь такая была. На самое детство, мое, вот, когда я еще малышом была, вот как сейчас мои дети, родители нас из Москвы вывозили на месяц на остров на Волге необитаемой. Это палатки и костер. И целый месяц, вот, и мама говорила, быть, в этот месяц делали такой скачок, который за полгода в городе не делали. И у меня вся жизнь такая была, что... Ну, я не могу сказать, что я была белой вороной, да. Но я немножко отличалась своим мышлением и внутренним устройством от, в большей части, тех, кто... Ты ее относишь к необитаемому острову? Нет, нет, не к необитаемому острову. Просто вот внутреннее такое вот у меня, ну, склад хорошего. Чтобы неизбежно для тебя было, да? Да, я к тому, что это мое. Видимо. Я прекрасно, у меня есть замечательная моя подруга, любимая. Вот. Мы с ней очень разные, мы друг друга очень любим. Но я понимаю, что она, ну, как, знаете, я понимаю ее образ жизни в городе вот так, ну, обычный, да. Я понимаю свой образ жизни. Несмотря на разницу в этом, мы очень хорошо дружим, она у нас приезжает в гости. И я, когда в Москве бываю, ее навещаю. Да, ее тут, судя по всему, нравится у нас. Ну, я понимаю, что это не ее. Она не сможет так. Ну, это мое. Поэтому жизнь в родном поместье, это не каждому, наверное, вот путь такой, да. Но для меня это было, мне кажется, логичным завершением всей моей вот жизни до этого. Это были и походы, и на даче жизни, и всегда с мамой там и травы собирали, по лугам, по полям ходили. Мне это хорошо, для меня это мания. Ну, а интересно все-таки, вот, когда ты спорила еще до того, как прочитала книги, какие аргументы ты использовал, что тебе не нравилось? Честно, я не помню. Наверное, говорила, что это сказка. Ну, что это придумали, не бывает. Ну, скорее всего, после прочтения книг, как у многих бывает, такой просто наивный энтузиазм, ты начинаешь рассказывать. Я помню, я тоже маме пыталась рассказывать, она плакала. Потому что, как бы, из твоих уст это звучит просто ку-ку, у тебя ребенок просто ку-ку, да? Ну, надо сказать, что я никому, вот, до переезда еще, когда в городе жила, я никому особо не распространялась об этой идее, понимала, что… Понимание не встретишь, в общем. Да, да, да. Да не получается ни у кого рассказать. Поэтому я, хотите, я нескольким людям я сказала, вот, меня вдохновили эти книжки, хотите, почитайте, и это будет вам полезно. Тем, кто чувствовал, что кому, душа, вот, у кого может откликнуться и почувствовать этот образ жизни. А остальные, ну, принимаем мы друг друг это такими, какими мы идем. Да, это самое главное. Понятина ценна, дружба, товарищи-то. Что, мужу дадим слово? Да, все. То есть расскажет, может, как вам докатился такая жизнь. Папа у меня все время искал какую-то, у него какая-то тяга была к эзотерическим знаниям. Сверху соседка приносит книгу, говорит, это что-то, говорит, из твоей темы. Ты, говорит, любитель такого. И вот она ему, по-моему, вторую книжку сразу принесла. Вот, он почитал это. И потом он поехал, купил, видимо, там, ну, все, что было на тот момент в выпуске, там, не знаю, 2000-й год-то когда-то. Четвертая была уже. Может, да, три-четыре, наверное. Вот, и, значит, да, он почитал. Ну, и потом мне как-то говорит, слушай, вот тут вот, на, тоже, тема интересная, что скажешь. Я почитал. Правда, да, сразу такой отклик внутренний получил. Некоторые вещи, такое было ощущение, что, блин, я же вроде знал это. Только я вот словесную форму не мог это облечь, все. Следующую взял книжку, следующую. На тот момент четвертая, конечно, это самая такая вот была переломная, которая прямо уже внутри созрела какое-то желание как-то двигаться в этом направлении. Я тогда еще на Ставрополье жил, кстати, это у меня же юридическое образование, я тогда еще и работал юрисконсультантом, то есть читал это все, и у меня трансформация сознания происходила. Идешь ты на эту здоровенную электростанцию, которая дымит, да, ты тут работаешь, а тут как бы где-то параллельно такие вот открываются эти новые знания, да, скажем так, новая информация. То и постепенно как-то начали с отцом так, где есть, что, какие вообще варианты поселений. Вот, и он в интернете тогда вот нашел как раз Владимир родное. Это был где-то, наверное, год 2002-2003, наверное. Тут тоже еще только, видимо, все в зачаточном состоянии было. Вот, перебрался я в Москву, хотя как бы вроде бы на заднем плане у меня как бы желание в поместье уже жить, да, но в том поселке, в котором я жил, я так понял, что, ну, тоже не совсем то место, где бы я хотел оставаться жить. Даже если не идти по линии родовых поместьй, а просто там, например, карьеру себе выстраивать, лучше в Москву. Ну, вот Москву уехал. Получилось так, что мы на одну из экскурсий приехали. Сюда экскурсии устраивались. Вот, мы приехали на экскурсию и уже вот завязались контакты с организацией, с Молчановыми. Что, где, какие есть поля, какие. Ну, я тогда еще работал, а батя у меня уже как раз уволился. И вот он взял, как бы, на себя ответственность вот в заветном-то и дороги делать. То есть им нужен был кто-то, кто бы выполнял вот эту организационную работу. Народ, как приносил деньги, приобретал участки, да, и, соответственно, на них там дороги делались, колодцы. Вот он этим как раз занимался. Как раз как-то ближе к осени, и вот в самом начале 2006-го пошла движуха из-за того, что вот появился твой отец, который взял на себя эту ответственность. То есть до этого не было этого человека, который организует строительство дорог. Ну, да, да. Ну, а тут появился как бы зрелый мужик, то есть, который, ну, можно себе это потянуть. Он что, с работы-то уже уволился, что он говорит мне, что делать-то? Ну, да, да, да. И у нас тогда прям стартануло сразу, конечно, здесь вот дороги построили в 2006-м году. А 9-го мая, да, 2006-го года у нас было первое собрание. А переехал-то я сюда жить в 2009-м. Когда вот этот кризис-то был-то? Ну, 2008-2009. 2008-2009. Ну, вот как раз благодаря этому кризису. То есть это было такой отправной точкой, когда там, там же что-то тоже, тут увольнение, у всех увольнение, сокращение какие-то там, это кризис-кризис. Я думаю, ну, это как раз мне в путь тогда, и ладно, и с этого момента вот стали потихоньку жить. А потом мы с Аней познакомились в 2012-м, да? Да. Как раз. Интересный момент. Оба созрели. Да, да. И разум так все сложилось хорошо. На слёте. Кстати говоря, хороший тогда слёт такой, по-моему, первый был, да? Да, да, да. Вот самый хороший слёт был, который был отдельно от фестиваля. Да, кстати говоря, мне кажется, вот когда отдельно от фестиваля, всё-таки люди приезжают с конкретными намерениями. Это такой юртая компания, такие все родные стали. Ну да, да. Было там очень хорошо. Так, приспособление мне помогает изгородь обрабатывать. Ну, она, собственно говоря, на штанге, вот её. Там надо повыше, повыше обрабатывать. Сейчас она не подключена, но... А вообще, вообще, конечно, у меня высота изгорода, конечно, получилась большая. Так-то я планировал, буду вот так идти и на этой высоте подстригать. Для этого нужно её опустить, эту изгородь. Ага. Она очень высокая и тяжело вообще. Ну, со стремянкой. Со стремянкой неудобно и... Надо её где-то вот, наверное, как раз. Да, я в своё время жалел её лишний раз подрезать. Мне надо сразу, видимо, резать поменьше. Она всё равно будет отрастать. Да. А я посмотрел, в городах, где они делают эти заборчики. Ну да. Ну, у нас это, я вижу, более чем актуально, потому что вот этот, как раз там, пятачок, на котором... Ага. Здесь, не поверьте, здесь вот прям штук 5-7-10 машин в сезон стоят с самого раннего, с 5-6 утра. Дверми хлопают, потом мы ходим на этот пятачок с детьми, убираемся, потому что так всё равно они этот мусор кидают. Набросались. Ну да, то есть такая изгородь уже чётко намекает, да, что здесь на улице. Да, и даже захочешь, не пролезешь, он же колючий. Да, пролезть, конечно. Поросли много даёт? Да. Косишь? Есть поросли. Я и кашу, да. Если не кашечку вверх, если бы всё уже было в поросли. Да, хорошо. Тогда она, мол, вот сюда должен поползать. А под ними, под самими, не косишь? Нет. Там, как раз, она пускай вырастает, ещё больше. Кашу, вот, грубо говоря, отсюда. Ну, до подъёмника. Ну да, 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 понятно, к тому каналу, да. То есть, если представить в идеале поместье, это там чётко сформированная мысль, да, это увязка растений, т.д. То, если чужие растения будут как-то, ну, влиять на твои соседние, это твой урод такой, как бы, конфликт и, ну, на тонком таком, да, плане. Поэтому межа, она, как раз, вот эту функцию, потом, хоть и родственники, хоть и не родственники. Сейчас родственники, потом, там, через десять поколений, там, могут, неизвестно вообще, кто оказаться, да, как и мы здесь. Не, ну, вообще, вот так вот, говорю, там, всё равно должна межа сохраняться, чтобы не оставлять место для разногласий каких-то. В начале такие вещи, как-то, ты их не понимаешь, их важность со временем, такие мысли приходят. Понятное дело, что, когда, вот тут по меже, конечно, не хотелось бы, чтобы кто-то ходил у нас. Представляешь, выходишь с утра, тебе надо в туалет, а тут кто-нибудь ходит. Нет, поначалу так и было. В чуть ли не пять-шесть утра грибник идёт, а я вышла такая сонная ещё в ночнушке. Я говорю, о, что. Нет, вот сейчас, слава богу, перестали ходить. То есть, говорится, выросла, и как бы люди потихоньку привыкли. Ну, грибники-то, да, уже попривык, кто сюда всё время ездит. А первые года доставалась нам, конечно. Да, тебе обиды, ты знаешь, что у тебя вроде белый или там подберёзник вот растёт, как ты его выращиваешь, чтоб чуть побольше прихожая в ней. Толь, вот за тобой стоит в банке тропетровой с улицы, которая делается с травой. Вот так она настаивается. Вода, трава и вверх. Можно положить лимон или обидится ничего. Очень полезно. Вот, чтобы видно было, да? Видно на камере было. Вот туда. Ну, это обычное уже... Это готовое с таракашками. Ну, это, да, нас не пугает. А, ну, это... Расскажите, вот интересные окна у вас. А, да. Это удачный опыт, да. А я сейчас открою окна, что это жарко становится. Стали делать. Покупать, что ли, окна опять эти пластиковые сюда ставить. Начал искать варианты, какие-то там гибкие попались. Начал шерстить, что к чему. В общем, там-то они, конечно, есть разный материал. Вот это какой-то ПВХ, получается гораздо дешевле и практичнее. В том плане, что можно их вот так вот совсем убрал. Ты как бы на голой веранде. Ага. На зиму закрыл. Все, у тебя не ветра здесь, ничего не задувает. Еще удачно... Тут сеточка у меня, это от комаров, получилась по размеру. Ага. Ага. И поэтому вот я сейчас вроде убрали, а все равно вот ощущение, как будто там тоже окно. Ага. Ага. Это... Любых размеров они делают. Но это, короче, конкретно для веранд. Ага. Вот какие-то веранды, беседки. Даже для дверей. Тоже у них есть вариант. Можно посередине там как-то с молнией защёл. Ну, за это... Ага. Заделать. И что-то вот вся стоимость вот этого всего... 13 тысяч получилось. Угу. То есть я им просто один раз позвонил, да. Они потом не раз по WhatsApp-у связались. Всё. И я дал фотографию. Она посмотрела, пойдут ли они сюда. Она говорит, ну, то есть рама должна быть минимум 15 сантиметров. Ага. Между ними есть? Ну вот, со стык. Я даю только оконный проём. Вот. А сама окантовка по бокам у них везде как-то стандартом идёт. Вот они говорят, что это, по-моему, 7,5 сантиметров. И, соответственно, чтобы у вас было, ну, не меньше с 15, если два окна рядом будут. Я сфотографировал, вы смотрел, думаю, у вас вообще идеально. Только оконные проёмы выдайте, а мы плёнку под них будем делать. А окантовка будет везде как бы одинаковая. Му-у-у. Вот. Вот. Наличники у вас интересны со стекушкой? Это я за зеркалами даже на славу. Это можно на… Пробовал. Идея… Знаете, когда идёшь, а оно в лице. Идут на улице. Красиво. заехал к стекольщикам говорю отходы есть это зеркальный да он там набирая набрал там пол ведра нарезал так знаешь как это цыганье привычка по поводу поселения вопросов в таком же ключе чтобы вам казалось можно было бы сделать по-другому что было бы лучше если было сейчас заново чтобы стоило сделать чтобы упустили это необъятный вопрос я не знаю думали над этим нет но как поселение же наше все сообщество чего вам больше все не хватает для чтобы вначале бы хорошо бы организовать все поменялось благодать и наши это поселение похоже в план свою анархичность и были же поселение который может по другому пути прошли но вы пошли по одному я в дороге был нам подремонтировать не ну серьезно да ну это про инфраструктуру да все таки ну вот именно начали в самом когда только-только основывается поселение я бы все таки сразу главой вопрос поставила вы приезжаете в поселение родовых поместья и вы приезжаете в это поселение какая у вас цель потому что все таки несмотря на много схожих моментов они в корне отличаются но ну вот ты скажи тогда поконкретнее люди которые приезжают жить в поместье все равно несмотря на разницу в социальном положении в материальном положении во внутреннем состоянии они все равно читали книги и у них какая-то база основополагающая все таки есть внутри те люди которые приезжали просто на чистый воздух они обычно приезжают не читайте и вот эта разница в основе я считаю что она потом вылезает и вылезает где-то в боком где-то кривом где-то недопониманием соседей ну да например нет понятия человек приехал в эко-поселение у меня нет понятия там родовое дерево да нет я даже не про отделение я говорю ну это как пример я просто ну да ну да я знаю есть целения которые не допускают ну собирают только семейных например да не допускают одиноких или так ну да но все таки это не очень так корректно наверное да хотя с другой стороны действительно человека который живет один или который старшего возраста одиноке ему сложно понять семейных у которых куча детей это нужно все время возить на машине ну да ну то есть сложно сказать во всем единстве силы да и хорошо что мы все такие разные ну мне так все я тут молча копытом бью вот думаю просто мне интересно ну это конечно может быть такая бесконечная дискуссия дело в том что мне все равно не 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 до конца понятно знаешь в каком смысле по моим то наблюдением споров то больше между теми кто прочитали книги мегре и и они за книги мегре но только понимают их по разному то есть у меня например внутренне нету такого вот понимания что у нас там ну прям есть какие-то ярко выраженные люди которые приехали в эко поселение понятно что некоторые соседи меня например могут обвинить в этом да но не знаю но но я внутренне с этим не соглашаюсь потому что вот ну для меня книги мегре остаются книгами номер один в моей жизни но я понял их так как понял и как-то их переосмыслил в процессе жизни уже давно тоже да здесь я живу а так чтобы вот отделить тех кто не читал у меня такого даже вот я не знаю кого даже пример там не вести так особо то у меня сразу такая мысль пришла как ты сказал чем глубже суть тем больше вот этих разногласий толкований да чем проще тем там вот чистый воздух пруд огород как бы и вот ну такие вот на уровне так это первые полки а дальше сейчас имеешь ввиду что лучше опираться какие-то простые истины или что-то нет я быть почему споров больше у тех кто прочел на то что потому что есть о чем спорить ну и туда вот мы перестали проводить субботники а они как раз таки на мой взгляд очень хорошо сплачивают да пусть даже не костры вот общее дело где можно прийти поделать хотя бы часа два-три потрудиться да вместе там новостями обмолвиться там какими-то и сделать общее дело те же самые вот дороги да мы тратим на этот экскаватор который нам размазывает это не в ней лучше ручной работ не было бы а пришлось сделать экскаватором допустим последний раз крупную щелёнку и пообщались бы и дорога была бы лучше это вот такой момент субботники они такой продуктивный момент вносит в общение а так мы в общем то где мы еще можем встретиться всей командой поселенцев где на костер да кому-то может не хочется на костер а вот субботник извини это дело как бы ну вот это лирики и физики а если бы у нас было бы правило такое да там обязательно какое-то количество трудодней до году сумма там приличная но при этом был было бы классная дорога много вообще инфраструктура общественной вы бы устроила устроил бы нас это ну меня может быть устроила а устроила бы что ну как бы ты имеешь ввиду что устроила бы обязаловка да 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 понятно или все таки вот так развивается у нас постепенно как-то при таком развитии я просто думаю что дороги наши скоро так зарастут что столько придется кило джоулей потратить на то чтобы все это восстановить а процесс то как бы время все идет идет деревья все растут и растут уже скоро просто даже выпилить будет недостаточно а раскорчевывать этот шарик это раскорчевать пол дороги там в гербанике а вода она постихоньку все начинает стоять так что это вот что касается дорог все таки я бы согласилась это приятно для общего либо же какой-то баланс найти да да ну и наш нам должно быть там не знаю 300-500 часов но просто вот какое-то время выделить все таки пожив в нашем варианте чувствуется надо да что-то может быть кстати говоря вот у нас лично может быть есть смысл уже какое-то найти применение этому общему участку хотя бы какую-то там просто спортплощадку сделать для начала вот такое мое личное ощущение пацаны-то подрастают они как раз таком возрасте когда можно было бы ну тут они придут играть к тебе тут все напрягаться сразу начинает а там если бы они пошли играть вот может как-то организовать их что-то инструмент есть покосить всегда можно добрый земля началась как раз с того что у нас не получилось сделать на заветном ну да тоже вижу не было бы счастья да несчастье помогло я вот и думаю если бы получилось на заветном не знаю может даже и доброй земли не случилось бы так вот если так вот подумать тогда может все наверно идет по плану Не знаю, не знаю. Я, честно говоря, бы тоже хотел, чтобы у нас это заветно было, но тогда, конечно, у нас такой кризис произошел, да, в поселении, и не сложилось. Но тогда были такие довольно глобальные противоречия, то есть я же помню, там как раз рядом живут одинокие женщины, то есть вот одна из них сказала, что дети должны быть на поместье, то есть им это просто неудобно, что будет шумно рядом с ними. Ну вот, вот есть вот противоречия, которые мы обсуждали. То есть вроде некорректно не брать одиноких, но у нас возникают базовые противоречия, то есть им нужна просто спокойная жизнь, а мы понимаем, что дети это анти такая спокойная жизнь. Нет, 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 нет. Максимально приблизиться где-нибудь к меже. Мы изначально не обсудили даже такие базовые как бы вещи, каким образом мы вообще решение принимаем, да, и что у нас там есть. То есть у нас просто вот мир, дружба, жвачка, все, типа, все отлично, все замечательно, все будет только лучше с каждым днем. Да, да, ну понятно, что мы вот набрали этот опыт, сейчас можем донести другим, что это не совсем так работает. Ну тогда много было наивного энтузиазма, может быть сейчас, я не знаю, вот у тех, кто сейчас читает книги, есть он или нет такой же энтузиазм. То есть, ну вот, мы как бы до вас доносим, да, что энтузиазм энтузиазмом, он хорош, благодаря этому, то есть мы вот в таком порыве как бы вот вышли на землю, и все равно нам, несмотря на какие-то трудности, там, неожиданности, вот, очень нравится здесь жить и хочется дальше развиваться. Но не все так примитивно и не все так очевидно. Вот, да, как бы, и, по крайней мере, можно посоветовать, изучать опыт, узнавать, как вот другие там происходят. Как вот, по-вашему, влияет жизнь в родовом поместье на взаимоотношения, да, там, супругов, как влияет на детей? Ну вот, ну, в вашем случае, кстати, вот интереснее был бы другой даже, может быть, опыт. Вот, например, у тебя, Аня, да, ты переехала с родителями, да? Взаимоотношения с родителями изменились или нет, как это было? А у тебя, соответственно, тоже с отцом, да, вот, как это могло повлиять? Есть чем поделиться в этом смысле? Ну, я имею в виду словно, сейчас я уже достаточно взрослая, тогда я еще была подростком, но, по крайней мере, когда родители живут в поселении, ты чувствуешь, что есть корм, есть база, вот, есть основа. Такое приятное ощущение, и через родителей, через вот родовое поместье чувствуешь связь со своими, вот, знаете, помнишь, такая вот есть картинка, когда ты потом, как крылья, да, когда прабабушка, прабабушка и так далее, да, сколько там, семь поколений, и вот у тебя это такой век. И, в принципе, ты его ощущаешь, я в родительстве очень благодарна, что они тоже живут в родовом поместье, дали мне такой импульс, показали эту какую-то дорогу, и поддержали меня на этом пути, не стали меня ломать, меня поворачивать, что нет, надо обязательно, в моем случае, получиться там или работать. Поддержка и вот эта вот основа, она очень важна, и мне радостно, что наши дети растут в родовом поместье, они гораздо здесь более... Он освободен, но он в правоводе растет. Это там, что хочу сказать, с отцом-то мы переехали, ну, он, конечно, в городе был один человек, тут другой, и я так понимаю, что он сам в себе это начал тоже открывать, это другое. Как и, собственно, как и я. Тут ты там... Благо, в школе на уроках труда научились какие-то деревяшки в свое время. А так-то я что, я приехал, у меня юридическое образование. Юристом поработал, поработал этим менеджером по продажам. Вот какие у меня еще знания. В деревне я не жил. Трансформация прямо на ходу происходила. Вот что и у урца, что и у меня. Урца, мы вместе с ним, там, и ему дом ставили, и строили вместе. И тут тоже много чего вместе. У нас получается, что вот он одно поколение, мы второе поколение, а эти уже третье поколение. То есть мы тремя поколениями заселились, тут все родились. Да, вождя на родине. Ну, в вашем случае, конечно, тут, наверное, такая редкая действительно ситуация, что родители единомышленники. Да, ну да, ну вот просто у меня такого не было. Ну, мама потом поддержала. Вначале она очень расстраивалась. Потом, пожив в Москве, она переосмыслила, сказала, что три года, прожитые в Москве, вычеркнутые из ее жизни. Она говорит, я, говорит, то есть неожиданно она так оказалась таким прям единомышленником. Она говорит, я за эти три года, говорит, не видел ни восходов, ни закатов. Это точно. И все такое, да, и то есть одна работа, и еда, и телевизор. И уже эти ухоженные улочки уже тебя не радуют, они как-то, ты только успеваешь, вот в метро запрыгнуешь. Да, да, да. Ну, просто там она вначале, вначале ей приносило эту радость. Почему? Потому что у нас, ну, там, обычный тоже поселок, и там этот совхоз, ну, там, на грани развала, тебе зарплату не платят толком, каким-то натуропродуктом, там, что-то выцепляешь. Ну, ты просто как нищий, там, не знаю, на паперте, вот, ну, хочешь на работу, а зарплату за нее не получаешь. Ты представляешь, что в таких поселках. А тут ты приезжаешь, да, приезжаешь в Москву, и тебе сразу зарплату немыслимую, да, там, по меркам поселка, да, и ты так, ну, начинаешь чувствовать себя человеком, тебе ежемесячно платят, спокойно там, вроде бы. А потом выясняется, что это просто красивая бега. Да, зарплату тебе платят, но ты ничего не видишь вообще, просто, ну, вот, смысл никакого в этом нет. Ну, от отпуска еще до отпуска как-то, ну, да, да, да. Лягушки создают. А это хорошо, кстати, да, как птички поют, лягушки поют. Я вот как-то сказал, что детей надо сразу готовить к настоящей жизни, не в инкубаторе, как бы, да, ты мой маленький, да, вот, все у тебя будет хорошо, да, нифига может вообще все нехорошо быть, все серьезно, все на самом... Сразу готовить к настоящей жизни. Хочешь вот это уметь делать, все берешь, пап, я боюсь, ну, будешь бояться, еще не получится. Берешь ножовку в руки, пошел там, это, берешь молоток, пошел там забивать гвозди. А лучше всего в дело вовлекать, ну, какое-то настоящее. Боюсь заводить газонокосилку. Сначала боялся, не получал, потом начало получаться. Боюсь циркулярку в руки брать. Ну, если будешь, не будешь брать, вообще никогда не научишься там. Ну, через преодоление себя, конечно, ребенок растет. Хочешь новый велосипед? Вперед, ну, потрудись, поработай, помоги. Да, кстати, такое практикуем, что, когда иван-чай идет, да, надо там много работать, в том плане, чтобы обработку вывести. Старшему плачу, все на велосипед там первый год накопил. Соседи там что-то делали. А, да, там соседи что-то просят, там где-то деревья подпилить, что-то. Видите, тоже с ним хожу. Он же уколоть все умеет уже, дрова колет. Я ему завалю, пятаков напилю, ветки отпилю и пошел. А он все остальное сам там убирает, разбирает, разгребает, и ему вот там соседка платит. Трудиться вот еще момент. Если в многодетной семье ты не организуешь труд, то тебе просто придут задолбить другими проблемами детскими. Там что-то бросил он, там они поссорились, начинают ругаться. Вот организовал их на целый день, и процесс идет, да, и польза от этого процесса, и организованные дети, они между собой не ссорятся, не ругаются, у них нету каких-то... Ну, в общем, не творят того, чтобы потом родителям было бы проблематично все это исправить. Ну, баланс, конечно, нужен во всем. Как только перестаешь, например, с утра уехал, не дал задание, все, весь день у них кувырком, они ругаются, что-то у них там соль, вот убегают, что-то набросают, разбросают, какие-то... Если, конечно, это было бы не в поместье, они, конечно, где-то там бы это все делали. Может быть, оно не так. А когда они в поместье, ты приходишь, такое ощущение, что мамой прошелся по поместью, все разбросано, инструменты какие-то где-то что-то... Да, ламус, правда. Не, ну, я говорю, если не организуюсь. Вот. Вот такое вот примечание есть. Поэтому лучше им дать трудонорму, ну, самую простую, там, дрова перетащить, эти ветки какие-то пособирать. Они делают самые простые, но они дают дополнительно тебе время на более важные дела. Как детство говорят, большие камни катают, маленькие пусть катают, маленькие. Зачем большому слону тратить силы свои на маленькие камни, потому что им нужно большие камни катать. Ну, да, 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 да. Согласен. Непонятно, кстати говоря, ему это очень вкусно. Па, что ты не идешь ветки собирать? Хорошо, на бензопилу или там шуруповерт, иди там крути. Я пошел ветки собирать. Можешь шуруповертом работать на крыше там? Не, Мон, туда иди, делай то, что можешь. О, Господи, начинается. Вот сейчас не организовали, видишь, что начинается? Вот это вот я называю. Ты уже даже вот гости, без гостей, ты бы сейчас вообще шорох стоял. По-мужски-то понятно, как можно воспитывать. Как девочек воспитывать, папам. Остается только просто любить, просто и все. По головке погладить, прижать к себе. Ну, да, да, не, ну, по-моему, это больше, да, маму. Она, кстати, отжимается у нас. Ну, а за мальчиком, повторяйте, одна девочка в семье, конечно, это да. Что ей куда деваться, да. Да, поначалу она там на коленках отжималась, сейчас смотрю уже, как струночка, там, ну, раза 4-5, оно там нормально. Знаете, самое приятное, все-таки, вот, подводя итог, это то, что, живя в родовом поместье, вот, муж у меня находится в основном дома, я, мы видим полностью жизнь наших детей. Мы не приходим 8 вечера с работы и застаем их поцеловать на ночь в лоб, да, а мы видим их каждый день, от и до. Это, на самом деле, так ценно. Да, это очень ценно, я согласен, да. Потому что в городе, даже себе представить такого не могу. Если он за дверь вышел, все, начинается там тревога, как, чего. А вот тут-то все, вот, он хоть на велосипеде, хоть куда, всегда спокоен. В общем, это подарок от наших спонсоров, лоскутный воск. Это для дерева, да? Да, это все для дерева, три разных вида прописки, такой обработки. Слушай, ну, богато-то как, а. Да, 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 ребята, конечно, молодцы, то есть они нас поддержали и финансово, и еще вот пятерым участникам съемок, вот они подарили такие вот, да, подарки. Вот, у нас, конечно, сегодняшнего вот выпуска спонсором как раз они являются. Вот еще вам оставлю, здесь можно почитать. Лоскутный воск, так они называются, да, это из... Лоскутный воск, спасибо. Да, спасибо большое. У них производство, да, в Ижевске, в Удмуртии, они тоже там, вот, в Ижевском у них поселение, оно, кстати, родное называется. Мы им очень благодарны, что мы поддерживаем. Ну, как раз, вон, лавочки-то тоже эти, я тут поэкспериментировал с обжигом, вот, наверное, подойдет, да, я тут еще не прочитал инструкцию. Это для бани хорошо, там, ну, и вообще просто вот для чего-то, что такое. Ваняным маслом, наверное, это для чего-то для бани, да? Да, ну, наверное, логтем, да. Ну, почитаешь там. Ну, они, кстати, вот говорили, что вот телефон даже указан, можно консультации по применению получить, то есть позвонит, у них есть там технолог, который все расскажет подробно. Спасибо. Спасибо, да. Будем пробовать. Может быть, есть желание обратиться к нашему любимому зрителю, что-нибудь им сказать? Ну, я бы порекомендовал, прежде чем на землю переезжать жить, нужно четко подумать над тем, какой будет источник дохода. Просто так вот, а, я перееду на землю, а там, как оно потом, уже не важно. Нет, на самом деле, очень важно. Наверное, был бы самый лучший вариант, это если бы какой-то был бы дистанционный доход. Переехать и спокойно, ты знаешь, у тебя доход есть, поместье вот оно, и потихонечку начинаешь это поместье создавать. По строительству, ну, как бы у кого финансово позволяет, те, конечно, могут сразу, те дома, какие хотят. У кого финансово не позволяет сразу, вот рекомендую вариант совместить жилье сразу с баней. Таких примеры, такие примеры есть, чтобы не делать сразу каких-то два строения. Да, для многодетных это вообще помогает. Когда баня у тебя, вот она. Если была бы она у нас отдельно, мы бы отдельно не бегали, не топили для того, чтобы одежду посушить. А поскольку она у нас в доме и с утра натоплена зимой, то вот они пришли, все туда повесили, это все высохло. После обеда у них вторая серия гуляния происходит. Вот, то есть вот такой вариант, ну, прям рекомендую. Вот, ну и да, источник дохода должен быть, без источника дохода не переезжать сюда. Прям вот категорически не рекомендую, чтобы не разочароваться. А от тебя, знаете, я пожелаю слушать себя, слушать свое внутреннее. Где найти место, да, с кем найти, как. Все складывается самым наилучшим образом и в то время, которое надо. Просто идите по жизни, вот слушая свое сердце, свою душу, все будет хорошо. Она на самом деле нам всем помогает, ну вот, вселенная, да. Ну, на самом деле помогает, без ее помощи, я не знаю, иногда все так складывается, что вот раз, ты понимаешь, что, ах, как хорошо. Но надо внутри вот это вот ощущение поддерживать у себя, что вот оно так, как должно быть, и так, как вот, и тогда оно гораздо лучше все складывает. Всем удачи в этом плане. Спасибо вам большое, приняли нас, да. Было очень интересно. Надеюсь, вам тоже понравилось. Ну да. У меня спрашивают, друзья, что ты там делаешь, там, ну, на словах-то, когда рассказываешь, что-то одно, я тебе скажу, идите, посмотрите, что мы там сделаем. Да, кстати, вот это будет очень удобно, да, можно будет всем. Так, пока тут, Толь, Саш, давайте. Ну да, какой выбирайте. Ой, а какие тут, тут разные прям, липовый, малиновый. Саш, и Саше тоже, передай, пожалуйста. Саша, какой тебе васильковый русский пергамот, малиновый, липовый. Какой ты выбирай. Саш, и Саш, и Саш, и Саш. 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 Саш, и Саш. Саш, и Саш.